Президент США Джо Байден выступил с речью по ситуации в Афганистане. Вывод войск США из Исламской Республики привел к тому, что запрещенное в России движение «Талибан» молниеносно установило контроль над всей страной. Для Вашингтона события последней недели стали серьезным внешнеполитическим кризисом, а сам американский лидер подвергся шквалу критики. Впрочем, Байден утверждает, что своих целей в Афганистане «Белый дом» достиг. «Мы отправились в Афганистан почти 20 лет назад с четкими целями – найти тех, кто напал на нас 11 сентября 2001 года, и убедиться, что Аль-Каида не сможет использовать страну в качестве базы для новой атаки. Мы это сделали. Мы серьезно ослабили Аль-Каиду в Афганистане. Мы никогда не прекращали охоту за Усамой Бен Ладеном, и 10 лет назад мы его поймали. У нас не было цели построить в Афганистане государство или создать единое демократическое общество. Наш единственный жизненно важный национальный интерес в Афганистане сегодня остается тем, чем всегда был – предотвратить террористическое нападение на США». Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты оказали правительству Афганистана всю возможную военную помощь, но даже этого оказалось недостаточно. «Мы потратили более триллиона долларов. Мы обучили и оснастили афганские вооруженные силы численностью около 300 тысяч человек. Невероятно хорошо оснастили. Это армия, превосходящая по количеству вооруженные силы многих наших союзников по НАТО. Мы дали им все инструменты, которые могли понадобиться. Мы платили им жалования, обеспечивали содержание их ВВС. У талибов нет военно-воздушных сил. Мы оказывали тесную поддержку с воздуха. Мы дали им все шансы самим определить свое будущее. Но мы не можем дать им волю к борьбе за это будущее». По мнению президента США, американские военные не должны сражаться в стране, за которую не хотят бороться ее собственные жители. Поэтому я хочу снова спросить тех, кто утверждает, что мы должны остаться. Сколько еще поколений дочерей и сыновей Америки должны отправиться на гражданскую войну в Афганистане, пока сами афганские войска на ней не сражаются? Сколько еще жизней? Американских жизней это стоит? Сколько бесконечных рядов надгробий на Арлингтонском национальном кладбище? Я четко сформулировал свой ответ. Я не повторю ошибок, которые мы совершили в прошлом. Участие в бесконечном конфликте не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов, как не отвечает им попытка переделать страну с помощью вооруженных сил США. Талибы взяли Кабу в воскресенье. Штурма города не было, столица сдалась без боя. Тысячи жителей, боящихся боевиков, пытались прорваться к аэропорту. В хаосе погибли пять человек. Весь мир облетели кадры, на которых афганцы цепляются за самолет. А позже появилось видео, на котором видно что-то падающее с борта. Как утверждают снявшие его журналисты, это люди.